друзья мои всем привет как и обещал сегодня вторая часть видео теоретическая по поводу перегона спирта сырца в готовый продукт первая часть по перегону браги вы можете посмотреть по ссылочке в описании и так так как я уже говорил мои подписчики новые в основном все начинающие самогонщики и они задают много вопросов именно по таким самым а зам самогон варенье некоторые вообще даже не знают что такое дробный фракцион что такое деление на фракции что такое голову тела хвосты многие даже вообще не понимают о чем речь хотя в интернете море информации по этому поводу ну я объясню как всегда на пальцах по простому без заморочек без всяких химических формул и всего прочего без всяких заумностей смотрите друзья мои перегнали мы с вами брагу спирт сырец постояла она у нас буквально пару-тройку дней разбавленная примерно так градусов до 30 ну правильнее говорить процентов до 30 спиртуозности это правильнее говорит так вот и теперь мы начинаем ее перегонять в готовый продукт с отделением голов тела хвостов это называется дробный фракционный перегон перегонять мы с вами будем на простом аппарате с сухопарником так как не у всех есть колонны не все приобретают сразу колонны а многие делают аппараты сами приобретают сами дешевые аппараты с сухопарниками дабы попробовать дабы научиться дабы войти во вкус а потом уже приобретают какое-то оборудование гораздо выше класса поэтому сейчас я поговорю о перегоне на аппарате сухопарником что мы делаем заливаем мы наш спирт сырец в куб опять же ребята все что я говорю это не является какой-то там манной небесной и истинной последней станции все что я говорю это все лично из моего опыта кто-то может дополнять кто-то может быть со мной чем-то не согласен нет вар нет проблем нет вопросов так заливаем и наш спецсредств куб подключаем кубу наш самогонный аппарат ставим это все дело на нас и врубаем на полную мощность газ у кого есть там кубы разные на две комфорки как вот у меня становится у кого на одну врубили раз все сухопарник мы пока что не подключали пока что без сухопарника я делал так я делал пробовал по-разному но способ отбора голов без сухопарника мне понравился больше все врубили вас на всю ждем как только как мы не смотрим ни на температурный режим у нас в аппарате нет никаких градусников у нас простейший аппарат как только прям первая капелька только упала сразу газ убавляем до такой степени чтобы примерно пару капель в секунду было не более того таким образом мы с вами отделим вот эти легкокипящие фракции вот этот галимый ацетон и весь тот бутер который легко кипящий который испаряется раньше спирта вот таким образом по капельным отбором мы с вами отделим вот весь этот бутер весь этот шмурдяк который у нас называется головы самый простой расчет отбора голов это 50 миллилитров с одного килограмма сахара который у вас был браги если у вас брага была из 10 килограмм сахара сейчас мы говорим про сахарную брагу то значит отобрать нам нужно 500 миллилитров голов еще такой простой способ вот отобрали вы допустим 500 миллилитров голов далее просто несколько капель на руку прям с носика растерли понюхали если пахнет спиртом если нет постороннего резкого запаха вот этого ацетонного все ништяк тело готово тело можно отбирать если все-таки еще есть такой резкий ацетоновый запах лучше еще чуть-чуть отобрать лучше не жадничать лучше чуть-чуть еще отобрать голов лишь бы они не попали у ваш готовый продукт в ваше тело ваш самогон который вы будете потом употреблять жадничать здесь не надо 50 вот этих грамм они погоды не сделают но могут испортить весь ваш продукт когда вы отобрали тело когда вы отобрали голову вы будете отбирать тело здесь вам понадобится что чистая новая банка под тело и банка с сухопарником я подключал это все через силиконовые шланги так что это достаточно просто все видосы как я это делал наглядно у меня на канале есть в плейлисте все самогоне домашней винокурни можете все это наглядно посмотреть кому интересно после отбора голов мы подключаем сухопарник или барбатер в котором у вас лежит там ягоды шиповника допустим апельсиновые корки какие-то травки какие-то вкусняшки там лимончик настраиваем газ так чтобы отбор шел такой струйкой как ниточка что такая струйка была чтобы уже не капала нам капельный отбор уже не нужно чтобы уже шло струйкой вашем барбатере там начнет вот это вот бурление там туда будет попадать флегма будет бурлиться вариться такой вот компот из ваших этих сухофруктов или что вы туда положите пары и вот эти все флегма все вот это будет обогащаться вот этим вот ароматом потом подыматься холодильник как сейчас модно говорить конденсор там все это конденсироваться уже самогон и вытекать в вашу баночку и там уже вот этот ваш продукт готовый будет пахнуть именно тем что вы положили в барбатер вот будет именно этот запах до какой степени до как определить когда пошли хвосты опять же у многих даже нет ариометра вообще определить достаточно просто опять же про простой способ простой способ на простом аппарате это замерить 100 граммовые колбочки берете 100 граммовую колбу набираете из носика это самый не стилят ваш замеряете если 41 42 все прекращайте убирайте банку остальное хвосты не жадничайте не надо жадничать если у вас даже нет ариометра если у вас нет колбы если вы не заказали и там еще на алиэкспресс если вы еще не купили асп-3 себе вот так вот в ложечку в чайную накапали прям с носика и подожгли если загорелась сразу такой синий огонек все еще ништяк а если уже начинаешь к ворчать там что-то такая хрень там шика все это дело все значит там уже спиртуозности 40 и она начинает падать все тело вы отобрали все убирайте банку далее будут хвосты можно на бумажку бумажку потом ну на ложке способ лучше это более точно так с ложки можно определить всего далее отбирает хвосты многие хвосты вообще не отбирают не заморачиваются с этим не хотят тратить свое время воду или кто-то отбирает и потом эти хвосты при следующем перегоне браги там выливает в брагу дабы не терять ни капли спирта это кому как нравится это по поводу барбатера сухопарником та же самая история только сухопарники у нас не шланга которая опускается в одной банке или нет у нас ничего там никаких ароматических добавок сухопарник он идет ну типа как такого дополнительного фильтра можно так сказать такой грубо говоря дефлегматор если можно так были выразиться вот ребята выгнали вое тело всего блин померили сколько в нем там у вас спиртуозности если есть чем померить скачайте или на телефон или на компьютер калькулятор самогонщика дабы посчитать сколько вам нужно добавить воды чтобы разбавить и ваш самогон до той крепости которая вам нужна калькуляторов полно там все очень просто вообще нет никаких проблем разбавляю я чем я не разбавляю водой из-под крана разбавляю я обычный покупной самой дешевой водой вот из 5 литровых бутылок самая дешевая там к я вода все отлично все великолепно по поводу того при разбавлении лить самогон воду или воду самогон тут мнение разных много я пробовал и так я пробовал и так разницы никакой не увидел если у вас самого не много эфирных масел от каких-либо ароматических добавок если вы хапанули хвостов до при разбавлении он у вас может помутнеть и не важно что куда вы будете лить если хотите если вы выгнали можете если почувствуете какой-то запах если вам что-то не нравится там если какой-то есть запах севухи можете прогнать через активированный уголь бауа можете через кокосовый уголь прогнать можете если у вас нет там колонны вот это через которую прогонять можете просто там про углевать добавить в самогон уголь там перемешать постоит он у вас часа три потом отфильтровать его можно через фильтр барьер были на его перегнать обычный только классический картридж берите смотрите чтоб картридж классика была без всяких там были наполнителей всей херни до без проблем я тоже так делал и получается отлично получается в принципе замечательно вообще способов достаточно много вообще полно способов это что касается простейшего самогонного аппарата с сухопарником с барбатером как знать на колонне как делать переводы на колонне я это все буду кому интересно опять же показывают наглядно дабы вот я несколько дней назад перегнал брагу в спирт-серез я это показывал на видео есть далее буду уже перегонять спирт-серез готовый продукт с максимальным укреплением буду стараться выжать из колонны максимум крепости ну и по-разному там по разному буду модифицировать его пробовать в общем это все будет дальше на канале это вы все сами увидите естественно эти видосы не так полезны тем людям которые на колоннах уже работают которые даже мне дают советы как что и почему лучше сделать вот так что это эти видео теоретически будут полезны больше людям которые только начинают этим заниматься которые только стараются осмыслить что это такое и с чем это все дело едят потому что опять же повторюсь многие не хотят сразу покупать какое-то дорогостоящее оборудование покупают какие-то блин аппараты такие маленькие там туда-сюда принципе на которых некоторые есть обычный вот какой-нибудь аппарат самодельный там были в разы лучше чем какой-нибудь купленный там уродливый там толщиной там блин с мизине с младенца с трубочки там туда-сюда у многих после таких аппаратов вообще отбивается охота к самогу на варенье потому что блин вообще шмурдяк нет ребята это просто аппарат такой шмурдяк на другом аппарате вы получите классные напитки здесь это оборудование в принципе много чего зависит так же как от рук так как от вашей головы также это оборудование поспорю с любым поспорю с любым из вас кто мне ответит что-то другое что-то оборудование ничего не зависит от аппарата ничего не зависит от аппарата зависит очень много очень много зависит от аппарата ну естественно от умения им пользоваться от умения на нем работать чуть-чуть включить голову по поводу что делать дальше с телом если у вас там чисто белое это уже полет фантазии не ограничен настойки наливки можно просто так подавать к столу пить в общем кто как любит кто кому нравится но только естественно единственное не забывайте при разбавлении тела если вы будете делать потом какие-либо настойки учитывать что градусность надо такую делать спиртуозность чтобы потом у вас не получился компот если вы делаете там на яхтах на каких-то там черная смородина вишня клубника ну любой там клюква все это дело содержит сок процентов 70 соков себе если вы допустим 40 градусный самогон там кинете там полкило какой-нибудь смородины или вишен то естественно у вас там останется градусов 30 это уже будет наливка такая так что вот учитывайте обязательно учитывайте это чтобы потом не попасть в просак ну что дорогие друзья если у кого-то есть какие-то предложения пожалуйста все в комментарии все читаю на все адекватные вопросы отвечаю в описании канала в шапочке есть мой века есть моя адрес на электронной почты пожалуйста для ваших вопросов без проблем со всеми общаюсь всем отвечаю может быть не сразу но со всеми общаюсь всем отвечаю рад буду пообщаться поделиться какими-то рецептами какими-то новшествами какими-то доработками наработками может быть у вас есть что мне сказать может быть я вам чем-то помогу ну а на этом пока что все дорогие друзья я говорю вам до свидания не забывайте подписываться на мой канал всем пока